Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 14 ноября, и своеменины в этот день совершают христиане, налеченные в честь святых Александра, Феодора, Димитрия, Елисаветы, Петра, Иоанна, Юлиании. Мир и благословение Божье да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь также совершает память святых бессеребренников и чудотворцев Косьмы и Демиана, Оссийских и матери их преподобной Феодотии. Братья по плоти и по духу, родом откуда-то из Азии, причем отец их был язычник, а мать христианка. По смерти отца мать Феодотия посвятила все свое время и приложила все труды к тому, чтобы вырастить и воспитать своих сыновей истинными христианами. И помог ей Бог, и выросли ее сыновья, как два сладких духовных плода, как два светильника света. Были они обучены врачебному искусству, бесплатно лечили больных не столько целебными средствами, сколько именем Господа Иисуса Христа. Прозвали их врачами безмездными, так как не брали они денег за лечение, исполняя тем самым Христову заповедь. Даром получили, даром отдавайте. Настолько следили они за тем, что их лечение и впрямь было бескорыстным, что однажды Косьма искренне рассердился на своего брата Дамиана за то, что тот взял три яйца от некой женщины Палладии. Завещал Косьма по смерти не хоронить себя подле своего брата Дамиана. На самом деле святой Дамиан взял те три яйца не как награду за то, что исцелил он болящую Палладию, а из-за того, что закляла она его Пресвятой Троицей, взять этот небольшой дар. И все-таки по их кончине были они, согласно Божию откровению, погребены вместе в селении Фереман. Явились эти святые братья великими чудотворцами как при жизни, так и по смерти. «Одному земледельцу, когда он спал, змея вползла через рот во чрево, и пришлось бы несчастному человеку умереть в тяжелейших муках, если бы в последнюю минуту не призвал он на помощь святых Косьмой Дамиана. Так на все века прославил Господь чудотворением тех, кто прославил его на земле верой, чистотой и милосердием». Не помню, рассказывал ты или нет, но, если что, повторение мать учения. На днях разговаривали с одной сестрой, пришла она в крайне печальном состоянии, потому что все в жизни не так. И дома тяжело прибираться, потому что квартира двухуровневая, и сейчас уборщица уволилась, и с детками вроде тяжело, маленький ребенок грудной, и вроде как и то, и это. И прям так человек позволил себе впасть в эту печаль. А ведь так часто бывает, что мы видим часто не то, что есть на самом деле, но то, что нам хочется видеть, а точнее даже не то, что хочется, а то, что нам или вдувают в уши, в память, в сознание, или на что фиксируют наше внимание те деятели, которые по долгу своей службы находятся всегда рядом с нами, потому что их основная задача — человека пленить, пленить его разум, подчинить своей злой воле и увлечь от памяти Божией. Вот очень часто мы впадаем в уныние, в печаль, иногда доходим до каких-то отчаянных мыслей, хотя на самом деле, ну что называется, просто с жиру бесимся. Также есть у нас одна семья, трое детишек, муж — милиционер, супруга — домохозяйка, но живут в таком небольшом покосившемся домике. И вот она рассказывала, что как-то я стала так роптать на жизнь, что вот и неудобно, и у других то-то и то-то, а у нас так. А потом из службы милосердия попросили развести продуктовые наборы по другим семьям разным в своем районе. Вот они объехали порядка восьми адресов. Приехали домой, и жена-то говорит, ничего себе, как люди живут, никогда больше не буду роптать. Ну потому что у кого-то нет мужа, у кого-то детки больные, у кого-то небо сквозь крышу видно, у кого-то нет средств к существованию какому-то полноценному. А у нас, у нас, говорит, и семья, и детки, и дом, и муж и не пьет, и не бьет, трудится добросовестно и честно, денежки приносит, а я тут еще чем-то недовольна. И вот так часто бывает, что мы как-то зацикливаемся на чем-то своем, даем повод лукавому возобладать нашим вниманием, ну а он-то ведь лжец, и отец лжи, он-то ведь знает наши болевые точки, начинает дальше, ну как клубок наматывать, как снежный ком. Вот когда тоскливо станет на душе, о, а я вам расскажу это стихотворение еще раз, хотя, наверное, какое-то время назад рассказывал. Это стихотворение написано одной из сестер Милосердия, сейчас она трудится в послушании в Марфо-Майоринской обители, может быть, со временем станет инокиней, раба Божия Светлана. А как начинается стихотворение? Бессмысленно пить горечь и фужер, себя любимого лишь одного жалея. Когда тоскливо станет на душе, попробуй вспомнить тех, кому труднее. И, может быть, захочется помочь кому-нибудь сердечным словом, делом. Тоска болотная ускачет прочь, а ты напишешь на асфальте мелом. Спасибо, жизнь, за то, что я живой, живу и радую людей хороших. И жизнь, как лес из песни всем родной. Продолжение следует...